День добрый, добро пожаловать! С вами я, Хэг, и вы смотрите YouTube-канал Let's Play по-русски. И в этом видео мы посмотрим на игрушку под названием Space Hulk. Space Hulk это как бы компьютерная переделка стандартной настойной игры из мира Warhammer 40K. И давайте просто посмотрим на нее, я вам покажу все-все-все. Но скажем так, я как бы часто хайпу не поддаюсь, но здесь я очень-очень хотел, чтобы эта игра вышла как можно быстрее, хотел поиграть. И может быть она не полностью, скажем так, оправдала мои ожидания. Но давайте посмотрим, вы сами решите в чем здесь дело, как здесь я вам попытаюсь передать мои ощущения и мои проблемы с игрой. Но в общем, давайте начнем. Итак, что у нас здесь есть? У нас здесь очень-очень классная вещь, за это огромное спасибо Hot Seat. Так как это все-таки переделка настойной игры, то мы можем вдвоем за одним и тем же компьютером просто по очереди играть. Очень приятно, очень классно. Это правильно. Следующее, мультиплеер. Очень важно заметить то, что здесь, к сожалению, нету поиска, например, серверов или лобби. По идее, мы здесь создаем больше лобби. И здесь мы можем или играть с рандомным игроком, просто задав условия того, что мне не важно, кем я играю. Я хочу играть с Маринами, я хочу играть с Зеносом. Или я сейчас могу зайти в их отдельную систему, и тогда мне можно будет играть кросс-платформ, а то есть с людьми, у которых игра есть на Эппле, ну на Эппл-девайсах и на таблетах. То есть, скорее всего на Эппл-девайсах, то есть не только на компьютере. Это прилично, но скажу вам честно, мне было бы намного приятнее просто получить список всех-всех-всех людей, кто хочет поиграть, и подключаться к тем, кто мне нравится, или кого я знаю. Или, например, мне хочется сейчас с Зеносом поиграть, я подключусь к человеку, которому не важно, кем он играет, или кому хочется поиграть в Маринами. То есть, вот так вот просто выбрасывать туда, куда-то никуда запрос на мультиплеер, это как-то странно и не очень приятно. Следующее, что у нас есть, давайте посмотрим. У нас есть изменение флага, как видите, вот он мой флаг, вот этот флаг с ангелом я почему-то изменять не могу. Вот это вот мой флаг, я его немножко поизменял, конечно же, чем дальше вы проходите, тем лучше. И здесь начинается вот это вот, то почему мне не очень нравится игра, потому что каждый раз, когда я начинаю говорить о чем-то, мне всегда приходится говорить «НО!». И вот, например, здесь флаг — это хорошо, но Warhammer — это же изменение фигурок, изменение цветов, разрисовка, может быть, изменение маленьких деталей на фигурках. Почему они мне не дали этого? Почему этого нету? Потому что они хотят продавать скины. И я, с одной стороны, это понимаю, с другой стороны, это огромный кусок игры, и вот именно игры настольной из мира Warhammer, которые они просто взяли и вырвали. Почему этого нету? Да. Я просто не понимаю, неужели они надеются, что они на скинах так много заработают, но да. Итак, мы можем, да, здесь изменять. Дополнительные вещи открываются. Чем больше мы играем, чем больше ачивментов мы получаем, и чем дальше мы проходим в сюжете. Так, давайте пройдем дальше. Что у нас здесь есть? Магазин — это нас сразу же выбросит на Steam-магазин. Ачивменты — это и в Африке ачивменты. Мануал в мануале, скажем так, описано недостаточно. У нас здесь так или иначе в сюжете, когда мы встречаемся с новыми юнитами или с новыми ситуациями, нам объясняют. Сюда мы можем просто вернуться и посмотреть, что у нас здесь есть. Отдельные вещи, отдельные ситуации, как что делать. В общем-то, управление очень-очень интуитивное, очень простое. У нас здесь есть быстрые кнопки доступа, но по идее можно все управлять одной мышкой. Так, здесь у нас разные юниты. Можем посмотреть. Это все юниты, которые будут в игре. Это у нас все марины. А это у нас Зенос, Джинстиллер и Брудлор, с которым я, слава богу, еще пока что не встречался. Потому что мне с похитителями генов уже тяжело встретиться. И разное-разное оружие. То есть у нас здесь, может быть, это очень-очень приятно посмотреть людям, которые, вправду, интересуются этим миром. Потому что здесь всегда-всегда приятно. У-у-у, класс. У-у-у. У нас здесь есть в опциях мы можем, по-моему, изменить скины. Так как я предзаказал эту игру, я могу изменить скины для похитителей генов. Но это так себе. Так, сюжет. Сюжет состоит у нас из разных глав. То есть у нас есть глава, которая нам показывает, с чего это начиналось. Мы здесь... А я забыл рассказать сюжет. Мы здесь, марины, мы пытаемся зачистить огромный-огромный космический корабль от Зеносов. А то есть вот этот вот Space Hulk, это именно вот этот огромный корабль. И у нас здесь есть boarding prequel. А это то, как мы пытаемся сесть на корабль. А также у нас есть Sin of Damnation. Это стандартная компания из настольной игры, в которой у нас 12 миссий. И в которых мы можем поиграть, посмотреть. Я не знаю, насколько это реалистичное и насколько они повторяют настольную игру. Мне это абсолютно не важно, скажу вам честно. И давайте попытаемся поиграть. Ах да, первые три миссии это больше туториала. Я вам советую абсолютно их пройти. Даже если они кажутся сложными. Первая миссия простая, можно ее пройти. Вторая и третья. И здесь просто пытайтесь добежать как можно дальше. Пытайтесь пробежать уровень как можно быстрее. Не пытайтесь играть, расстреливать Зеносов. Все бессмысленно. Бегите вперед и вы пройдете эти миссии. Так, но давайте тогда посмотрим Sin of Damnation. И давайте пойдем на Exterminate. Потому что у нас здесь будет бой. У нас здесь будет много-много Зеносов. Много крови. Это будет классно смотреться. Это будет не так скучно. И так рандомно, и так страшно. Как, например, Suicide Mission. Где я пытался 10 раз. И в конце концов прошел только потому, что мне повезло. Вот и все. Не потому, что я что-то сумел сделать. Не потому, что я разобрался в игре. Мне просто повезло. Вот и все. И да, это огромная-огромная часть игры, которая мне абсолютно не нравится. У нас здесь классно читают сюжет, а то есть, что происходит в миссии, что нам нужно сделать. И давайте отправимся. Я эту миссию уже знаю. Я знаю, в кавычках, как ее проходить. Может быть, мне повезет, и мы пройдем ее. Может быть, мне не повезет. Тогда вы увидите, о чем я говорю. Но давайте посмотрим. В общем, игра является повторением настольной игры. И это пошаговая стратегия. Но пошаговая стратегия, например, хорошая пошаговая стратегия, как Skulls of the Shogun. Там мы все контролируем. Там мы можем все решать. Там у нас очень-очень много вариаций. Здесь же мы, не важно, что мы сделаем, не важно, что мы решим. У нас так или иначе, в конце концов, все упирается в бросок кубика. И бросок кубика, это хорошо, когда мы играем вдвоем. Потому что можно потыкать в человека, которому не повезло, пальцем поржать над ним. Ну, просто по-дружески, не по-злому. И это будет весело и интересно. Да, да, да. Но когда мы играем в компьютерную игру, в соло-компанию, и мне приходится молиться, чтобы кубик выпал правильно, то здесь нужно было что-то по-другому сделать. И, например, вот как пример, очень хороший, потому что это из того же самого мира. Это, по идее, те же самые люди. Господи, Blood Bowl. Blood Bowl это, считайте, настольный аналог американского футбола. И там обалденно. Там очень весело. Но, хотя там мы опять же выбрасываем кубик, у нас есть как бы возможность изменить ход боя, ход матча, потому что у нас огромное поле. Большое поле, по которому мы можем передвигаться. И даже если нам не повезло, это можно принимать. Ну, хорошо, но не повезло. У нас матч длится целый час или полтора часа, если долго играть с сложной AI. Когда как здесь у нас, если вдруг что-то происходит не так, то обычно все сразу же рушится. Как только что-то в моей стратегии ломается, и может быть это все зависит от моей стратегии, может быть я неправильно что-то делаю. Но, как только я что-то не так делаю, и кубики мне это не поддерживают, сразу же можно сдаваться и идти и начинать миссию сначала. Потому что это все-все-все-все рушится. Вот так. И хана всему. Так, давайте я сейчас расставлю. Здесь очень почему-то странная вещь. Того, что я не могу сам расставлять полностью всех солдат. То есть, каждого второго солдата расставляет рандом на компьютер. Почему? Зачем это сделано? Я не знаю. Но это сделано хорошо. Так уж и быть, давайте поставим сюда солдата. И пойдем. Итак, я расставил всех. И вот у нас интерфейс, вот у нас игра. Полностью все есть. И мне очень-очень нравится то, что у нас здесь есть экран. Вот этот маленький, наверху. Мы видим то, что видит солдат. И когда мы смотрим сверху, это так себе смотрится. Ну да, понятно. Но когда мы смотрим на все это глазами солдата, это очень классно. То есть, понимаешь, какие узкие ходы, какой страшный корабль, какая страшная ситуация, в которой эти люди находятся. Так же классно сделано то, что, видите, это огромные люди в огромном пауэр-арморе. Абсолютно. Абсолютно закутанное в железо. Но в то же время, хотя они медленно ходят, это классно выглядит, когда они стреляют оружием, рушатся миры. Но, если мне не повезет, хотя я сделал все правильно, кубик упал не так, и маленький генный, вот эта вот маленькая тварь, она может убить моего самого крутого солдата с первого удара. Что рушит, абсолютно рушит вот это ощущение силы, ощущение мощи, ощущение... Вот, вот, ну вот смотрите, какая дубина. Если его не повезет, с первого удара он умрет. Все, это кубики, 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 кубики. И в синглплеере кубиков так сильно не должно быть видно. Это... У меня просто, когда я заканчиваю миссию, когда я проигрываю, у меня нету стопроцентного ощущения того, что да, я полностью виноват в том, что произошло, я себя повел неправильно. Нет, у меня постоянно такое... Ну и что теперь? Ну и что мне делать? Так, давайте сейчас. Поставим вот этого товарища. Давайте его развернем. Так, хорошо. С огромной пушкой. Давайте откроем дверь. И давайте поставим его на Overwatch, чтобы он стоял, просто защищал вот эти подходы. Очень странно. У меня в прошлый раз, когда я его проходил, у него... Он очень, по идее, мощный. Он каждый раз, когда нападает или когда защищается, бросает три кубика, что просто неубиваемо. Но если вдруг он выбросит три кубика, скажем так, три-три-три, то он взрывается. Если он выбросит три кубика выше четырех... А нет, не выше четырех, а ниже четырех, то он взрывается и убивает всех вокруг себя на расстоянии четырех шагов. Что неприятно. Понял человек, который защищал вот этот проход в прошлый раз. Так что теперь я тут... Пускай, пускай он взрывается, пускай он защищается. Сколько сможет, я сюда больше никого не буду подводить. Все мои люди будут стоять вот здесь. Хорошо, пытаться защитить эти проходы. Следующий. Откуда у нас теперь? У нас будут отсюда идти мутации зеносы. Проклятые! Так, и давайте тогда поставим... Ха, ха, ха. Это далековато мне идти. Хотя зеносы в первый ход, они не слишком далеко забегают, так что это нормально. Давайте тогда пройдемся вот сюда, вот этим товарищам. Так, хорошо. Давайте... Так, это у меня с мечом или с пауэр... Нет, 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 нет. Это не с мечом. А где у меня меч? Так. Ну, не меч, а вот, да. Меч бензопила. Меч бензопила, он отправится вот сюда, в этот ход. Хорошо. И мы пойдем дальше. И пока мы здесь делаем шаги, я вам объясню немножко принципа, то есть то, как мы играем. У каждого игрока есть 4 экшн-поинта. Мы видим это здесь. Но каждый раз, когда мы играем, у нас на каждый ход есть еще вот эти вот поинты, которые мы можем дополнительно сделать. То есть, чтобы сделать дополнительные ходы, может быть, чуть-чуть дальше пройти, может, чуть-чуть больше напасть, нанести больше урона. Это у нас есть. Но у нас, так как, когда экшн-поинты всегда 4, это у нас рэндомно. И опять же, это может решить, пройдете вы миссию или нет. И пока у вас есть генерал, то есть, ну, главный, вы можете один раз изменить то, как вы выбросили вот эти вот дополнительные поинты. Если у вас его нету, то вы, да, как бы с кубиками. Но когда у вас, у меня было один раз, у меня два этих команд-поинта выпали, я подумал, маловато, выбросил и получил один. Да, это мне не помогло. Так что, опять же, кубики, 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 кубики. Так, эммм... Куда мне идти? Так, этот товарищ... Эмм... Давайте его поставим вот здесь. Вот пускай он стоит здесь и защищается. Тогда, если зеносы прорвутся мимо этого товарища, то они здесь никак не смогут пройти. Им нужно будет пробежать здесь. Это у меня вторая будет ступень защиты. И давайте закончим наши ходы. Пока что зеносы не появились. Так, а вот-вот-вот-вот они выбегают. И так как вы в Versus Match можете играть против других игроков, я немножко поговорю о зеносах. Зеносы — это маленькие, страшные, ужасные твари, которые... Каждый из них... У них шесть экшн-поинтов. Неважно что, у них стоит всего лишь один экшн-поинт. А то есть, если им всего лишь один кубик, подойти к вам... Они подходят к вам... И потом у них пять раз можно бросить кубик, чтобы вас убить. А то есть, если вы подпустили их слишком близко, то... Да, это... Всё можно уже сворачивать. Можно уже говорить спасибо большое за внимание и уходить навсегда. Так, давайте посмотрим, где моя бензопила. Ах, да... Я... Всё-всё понятно. Ну, хорошо, давайте тогда бензопилу здесь и ставим. Тогда, раз это так, тогда давайте поставим вот этого товарища здесь, на защите. Этого товарища, он у нас будет второй... Волной защиты. Здесь вот я поставлю со щитом человека у двери. Хорошо. А этот будет отстреливать зеносов, если они вдруг пройдут. Хорошо. И давайте посмотрим. Так как они уже подбегают, нужно всем ещё дать дополнительное... То есть, те, на кого могут забежать. То есть, вот этот товарищ. Ему нужно поставить на Overwatch. А то есть, он может отстреливаться, если на него нападают. Но это не его ход. То есть, он может, конечно же, активно стрелять на врагов. Но я сейчас закончу свой ход. Зеносы побегут. И если они нарвутся на моего человека, он откроет по ним огонь. Что очень-очень приятно. Очень полезно. В таких миссиях, где нужно защищаться обязательно. Это очень-очень хорошо. Так, здесь пока что я ничего не могу сделать. Но у меня две двери между мной и зеносами. Так что всё нормально. Этот товарищ... Его нужно было бы поставить в дополнительную защиту. Но так как далеко зеносам ещё бежать до него, так что всё нормально. Ещё пока что не страшно всё. Они не подбежали ко мне вплотную. Так что всё нормально. Итак, смотрим. Зеносы начинают потихонечку выходить. Потихонечку подходить. Хорошо. 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 Итак, следующий ход. Я давайте вот этим товарищам всё-таки открою дверь перед собой, чтобы можно было уже пораньше открывать огонь. И следующее. Это я ставлю его на Overwatch. Бам. Хорошо. Ты, товарищ, у нас... У него уже дверь открыта. На защиту. Этот товарищ на Overwatch. Угу. Здесь у меня просто нужно выжить. Мне нужно выжить. Хотя бы одного человека иметь в запасе. А то есть 36 зеносов убить. И не умереть самому. Так, ты тоже Overwatch. И ты... Так, давайте откроем для него тоже дверь. Так, хорошо. И так. Тоже на Overwatch. Закончим ход. И посмотрим, что у нас ещё может произойти. У нас, например, вот этот вот товарищ с огромной пушкой, которая превращает зеноса в пыль. Он, как я уже говорил, с ним ничего плохого произойти не может. Кроме того, что он взорвётся и возьмёт с собой всех, кто стоит рядом. Это, это да, это неприятно. Когда как вот эти вот маленькие люди с маленькими пиу-пиу-пиу-пиукалками, они могут, у них может просто оружие застрять, заклинить. Это неприятно. Поэтому теперь, когда на меня валят зеносы, мне нужно следить за тем, чтобы у меня ещё были дополнительные коммент-поинты. Экшн-поинты, они стираются. Коммент-поинты, видите, я получил два всего лишь, я могу сейчас выбросить новое количество. Четыре, нормально. Если у кого-то из моих товарищей заклинит оружие, то они, не в их ход, имея всё ещё дополнительные коммент-поинты, смогут его починить и продолжить стрельбу. Поэтому эти коммент-поинты лучше всего не тратить. Так, здесь мы убьём ближайшего зеноса. Так, давайте по нему. Шлёпнем. Вот! Нет, он не выжил. Я уже удивился. И да, люди, которым интересно, что же всё-таки выпадает на кубиках. Вот у нас здесь маленькая окошечка. Я скажу вам честно, мне было бы, например, приятнее видеть кубики, которые вправду выпадают. Или, например, вот как в Уитчере, самому бросать их. Это было бы хотя бы чуть-чуть... Я бы чувствовал контроль. Если бы я выбрасывал что-то не то, я бы обижался сам на себя. А здесь мне компьютер даёт вот на. На тебе числа. Радуйся, что это не хуже. Я мог бы тебя взорвать и убить всех вокруг тебя. Так что это... Да-да. Это странно. Так, давайте здесь продолжим. Overwatch. Overwatch. Так. Я щита поставил. Да, поставил. Это в твари... Хорошо, хорошо. У них всех эти значки на то, что я им сделал. И мы продолжим. Продолжим защиту. Так. Зенос и пытается подойти к человеку со щитом. И скажу вам честно. В прошлый раз человек со щитом продержался долго. Но это ничего не значит. Сейчас он может сдаться вот так вот. И просто... Да. Размазаться по стене. Так что все это... Все, что здесь происходит, это мне везет. Это не значит, что я сделал что-то правильно. Нет. Это мне просто везет. Вот, например. Мне здесь повезло, что он не выбросил три шестерки. Брат Леон. У которого огромный болтер. Просто потому, что он бы взорвался. И я бы потерял героя. Так. Давайте тогда сейчас... Постучимся по этому Зеносу. Отлично. Поставим на защиту. Теперь. Overwatch. Overwatch. Оп. Хорошо. Так. И здесь Overwatch. Если вдруг к нему прорвутся Зеносы. Так. И здесь тоже Overwatch. Заканчиваем ход. И продолжим. Я понимаю, что это немножко скучновато. Но я скажу вам честно. Это... Это интересная миссия. Когда какие-то миссии, в которых, например, доберись. Или что-то уничтожить. И, опять же, так как там бросок кубика. Там... Вот у него... Заело оружие. Он теперь смог его починить. Отлично. Так. Так как у нас бросок кубика. То это... Это очень-очень... Неприятно. Опять у него... Его нужно выдать другое оружие. Эм... О чем я говорил? О том, что... Это миссии, в которых, ну, просто... Очень долго проходишь. Материшься. А потом кубики выпадают именно так. И я могу добежать до своей цели. И все сделать. Это как-то... Да. Это не очень интересно. И там долбиться головой об стенку было бы не очень приятно. А здесь я могу... Вот, видите, я могу посмотреть. Показать вам бой. Показать вам, как это все выглядит. И у меня свободные руки, свободная голова для того, чтобы... Так. Поговорить немножко о игре. В общем... Эм... Я... Скорее всего... Я недоволен. Это даже не скорее всего. Знаете, я как бы пытаюсь все-таки смягчить удар. Но нет-нет. Я недоволен тем, что они сделали. Просто потому, что... Секюринг ария. Они могли бы сделать больше. Они могли бы дать мне изменения фигурок. Они могли бы дать мне больше контроля. Так они сделали абсолютный минимум. То есть вот то, что нужно было сделать. Но ничего больше. Я не знаю, хотят ли они продавать дополнительный контент с DLC. Я не знаю, как и что они будут пытаться сделать. Но вот тем, что мне сейчас дали за полную цену, я недоволен. Мне кажется, что они могли бы сделать это намного-намного лучше. И поэтому я вам не могу посоветовать взять игру. Не могу вам сказать, что да-да-да, это обалденная игра, которая... Ну просто же, вот-вот. Видите, я не смог раздавить маленького Зена со своим огромным молоком, потому что я не выбросил правильный кубик. Так, давайте его. Добро пожаловать. Вот. Я нападал. У меня огромный щит. У меня огромный молоток. Я первый раз промахнулся по Зенусу. Второй раз Зенус меня убил. Да. Так, понятно. Давайте теперь попытаемся сделать так, чтобы Зенусы не прорвались. Так, здесь. Становимся. Здесь. Становимся. Ну что ж. Ситуация усложняется. И не потому, что я здесь... Я, по идее, ничего не изменил. Я просто встал и делал все как нужно. И какое-то время это все шло хорошо, но потом все развернулось и укусило меня в попу. Абсолютно-абсолютно... Да. Кубики. Итак, давайте тогда. Давайте я попытаюсь доиграть, но, скорее всего, это сейчас все закончится очень-очень плохо. Хотя, может быть, этот человек покажет себя героем. Ему повезет. Ага, вот у него. Оружие заклинило. Теперь он... Опять заклинило. Теперь опять отклинило. Хорошо, что я оставляю командпоинтер. Не двигаюсь особо. Молодец. Молодец. Расстреливает всех Зенусов. Так. По-моему, он наносит больше урона, чем тот человек с огромным-огромным оружием. Так, да. Да, да. Опять заклинило. Опять отклинило. Опять заклинило. Все. Пистолет заклинило. У него больше нету командпоинтов, чтобы его отклинить. Понятно. Мы просто стоим и ждем, пока этот товарищ взорвется. Три, два, пять. Выбросил он. Ему очень повезло. Не умереть. Ха. Хорошо. Так, давайте товарища отклиним. Так. И так как мой человек со щитом был все-таки главным, у меня больше нету возможности командпоинты изменять. А то есть следующий раз, когда у человека заклинит оружие. Это будет последний раз, когда у него заклинит оружие. Так, хорошо. Давайте продолжим. Так. Ииии. Есть. Все. Хорошо. Я понимаю, что если бы я запомнил те правильные кнопки, это было бы все намного быстрее, но... Мне нравится щелкать. У меня в другой руке кружка чая. Все. Так. Смотрим. Смерть Денусу. Так. И этому смерть тоже. Следующий. Желающий. Смерть. Огромная-огромная куча Зенусов. Так. Понятно. Здесь. Здесь они потихоньку подходят. С другой стороны их нету? Хорошо. Я не против. Так. Тогда давайте его сразу же поставим на Overwatch. Ничего пока что изменять не будем. Так. Сколько у меня? Ну, теперь побольше командпоинтов. Это приятнее. И еще раз на Overwatch. И продолжим играть. Посмотрим, что у нас здесь будет. Так. Они все идут с этой стороны. А то есть... Да. Миссии проходят по-разному. Например, у меня больше всего... Зенусов я хотел их людьми назвать. Но больше всего Зенусов у меня шло с другой стороны в прошлый раз. Да. Миссии изменяются слегка. Но это ничего не изменяет в том, что... У нас миссия еще изменяется, потому что у меня кубик изменяется. Будь он проклят. Так. Все. Все. Еще раз. Overwatch. Давайте здесь. Чтобы не щелкать долго. По карте. Так. А... Overwatch... Почему я не могу его поставить? Хм. Я его почему-то не могу поставить в Overwatch. Это странно. Почему? Товарищ. Что с тобой... А, вот. Я его выбрал просто правильно. Так. Хорошо. И тебя туда же. Все? Все перешли в задание? Да. Хорошо. Заканчиваем. И продолжаем. Да. Так. Стрельба. Стрельба. Смерть. Молодца. Следующий. Да. Оружие не работает. Так. И вот. Все. Отлично. Они все починили свои бунтеры. Это приятно. Это мило. Так. Так. Ну, давайте. Давайте. Зенусы, идите быстрее. Падаете, как шелуха. Так что, нормально. Ох, господи. Не взорвись, пожалуйста. Не взорвись. Он не взорвался. Хорошо. И... Так. Сколько Зенусов еще осталось? Один Зенус всего лишь остался. Ну, ну, хорошо. В этот раз, так как у меня товарищ здесь не взорвался, все прошло намного лучше. Так. Где у нас еще тот один Зенус? Давайте попытаемся на него напасть. Так. Мы просто на ходу его расстреляли. Зенусы закончились. Мы прошли миссию. И... Все. Я думаю, что я на этом закончу. Мы вернемся в меню. Мы получили еще какое-то изменение флага. Но, в общем... В общем, я... Я недоволен. Это... Это не то, что я... Я не то, чтобы этого не ожидал. Я просто знаю, что пошаговую стратегию можно сделать по-другому. Намного лучше. Намного интереснее. Так что, если вам хочется поиграть в пошаговую стратегию, то возьмите Скалз оф дащеган. Если вам хочется поиграть именно в эту игру, то возьмите ее... Вот так вот. Если вам хочется поиграть в эту игру одному, то возьмите ее на скидке. Если вы знаете, что вы будете играть с друзьями, то берите. Здесь можно. Здесь есть приличный мультиплеер. Вот именно вот этот мультиплеер с задним компьютером мне больше всего нравится. Здесь будет интереснее всего, потому что можно потом надавать тому человеку, которому повезло с кубиками по голове. Потому что он близко. Он рядом. И... Тут можно играть, да. Продукт функциональный. Очень похож на настольную игру. Так что берите, если вам нравится такой тип игра. И я тогда скажу большое-большое спасибо за внимание. И мы увидимся в следующем видео.